привет youtube привет подписчики и гости моего канала значит пришел ко мне двигатель бензиновый фирмы bright должен быть 17 лошадиных сил со стартером вот получил я его компания энергия доставила из уфы в тихорецк заняло это восемь дней получил я значит коробку вот так не и вывезли в таком положении именно в таком положении вывезли не на их не каталки вот этой карида ручной также его загрузил привез и выгрузил в таком положении вот ну сдается мне его все-таки перевернули при транспортировке потому что судя по всему по всем надписям коробка перевернута не знаю все сейчас запечатано здесь вот такая вмятина здесь дыра какая-то непонятная вот скорее всего это должен быть вверх не знаю может там что-то отломалась как обычно здесь у нас тоже какая-то вот дырка сейчас я поставлю камеру на штатив и не распечатаем ее посмотрим что там внутри каком это все состояние и я расскажу где заказывал как заказывал и все 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 эти нюансы вот двигатели слава богу тут нет масла не знаю бог с ним лишь бы там ничего не не было отломано все сейчас сейчас мы его распечатываем так и так здесь у нас накладная стука то стука то стука то стука то стука то стука то все это цифры так Так, шкивок, шкивок тоже заказывал на фирме, на этой, на интернет этом магазине. Сейчас я вам все про него расскажу, ребят, кто, откуда, чего и зачем, как только распечатаем. Шкив под профиль А, чтобы не менять ремни, на 25 вал. Вот здесь 25. Так, пока в сторону. Ох ты, хорошая. Скорее всего, коробку эту разрежу. Так, пока. Так, пока. Так, пока. Потому что коробка вся ушатанная, уже никуда не приходится. Так, что мы тут видим? Пенопластик, пенопластик. Какой-то комплект чего-то. Ключики, свечной ключ, еще что-то, мы уже разберемся. Инструкция. Инструкция у нас на русском языке. Абсолютно полностью вся. Почитаем. Так, это торчало у нас, оказывается, из обе двери. Вау. Сейчас мы визуально это все посмотрим. Пенопластик, конечно, печально выглядит. Так, сейчас я приберусь, поставлю на столик и мы со всех сторон его посмотрим. Итак, визуально я посмотрел. Вроде-вроде бы нигде ничего не отломано, не поцарапано. Единственное, что выдали мне валом снизу он лежал. Вот, получается, как-то так. Единственное, видать, кантовали, ребятки. И здесь вот так вот это стартер у нас прогнули. То есть здесь ровненько идет, здесь уже идет вмятина. Потому что пинали, наверное, по грузовику. А ну пока до Москвы, с Москвы до Ростова, с Ростова ко мне. И вот она уже и красочка пошла. Ну ничего, это дело поправимое. Открутится, выровняется. Бог с ним. Хоть так, хоть пластмасса целая вся. Это уже радует. Стартер тоже, хоть он и не пристегнутый на место. Но, тем не менее, не царапанный. Ничего. Единственное, косяк транспортников это... Вот. Это чистый косяк транспортников. Вот такая вот штука. Значит, заказывал я его в интернет-магазине. Фирма Арис Уфа. Ссылочка вот здесь будет сейчас висеть. Вот так вот. Поэтому... Контакты, телефон. Смело можете связаться с товарищами. Расскажут, покажут. Продавец проверенный. Не я один. Заказываю этот двигатель. Многие у меня в группе, кто заказал движки оттуда. Плюс гидравлика у них. Все, что нужно, все есть. Оставлю ссылочку в описании на эту фирму. На этот интернет-магазин. Оставлю также ссылочку на YouTube-канал. На ихний. Подписывайтесь. Значит, ссылочку на Instagram. Представитель этой фирмы есть у меня в группе. Можете присоединиться, пообщаться в Telegram. Также они есть в WhatsApp. Ребята все покажут. Расскажут. Дополнительные снимут. Если надо видосик. По каким именно нужным компонентам. Да? Никаких проблем. Плюс, если скажете, что вы от Санька 23RUS. Вам будет еще скидка дополнительная. Приятная скидочка. Поэтому все цены есть на сайте. И промокод Санек 23RUS. Пожалуйста, получайте скидку при заказе. Все отлично. Заказал. И на следующий день двигатель уже уехал. Топливо. Ну, это никак не заводской брак. Это 100% транспортники. Ну да боксинг. Кататься там с ними спорить я не собираюсь. У них дороже выйдет. Вот такая вот штука. Я имею ввиду по своим затратам. Топливо и все остальное. И время. Все. В принципе, останется залить масло. Обкатать его. Буду обкатывать по своей схеме и технологии. Полчаса работы. Полчаса отдыхает. И так в течение шести часов. Потом меняю масло. На холостом. Вот такая вот штука. Тот двигатель, который у меня сейчас стоит. На моем Франкенштейне. Ничего ему за сколько уже? Четыре года ему, да? Вообще туда даже и не вскрывал, и не заглядывал. Работает до сих пор. Вот. Поэтому. Всем пока. Ссылочки все в описании. Все контакты. Обращаемся. Говорим промокодик. Санек23РУС. И получаем скидки. На продукцию. На всю. Гидравлика еще будет. У меня. И все, все, все. Как-то так. Все. Всем пока. Так. Значит масло залил я по уровню. Как надо. Залил где-то чуть больше. Нет. Чуть меньше половины бака бензина. Вот. Пока так. Сейчас буду. Первый пуск. Ну с ручного попробую. Вот. Как получится не знаю. Закачает бензин. Что там будет дальше. Посмотрим. Что там будет дальше. Окей. Дюб scriptures. КОМОНТИЛЬНЫЙ Вroad. Что там будет дальше? Посмотрим. Сまず в Skizan13РУС. Бук. Здесь в Кармати. Так, ну запустился, вот, сейчас засекаю время, полчаса работает, полчаса стоит, полчаса работает, полчаса стоит. И так 6 часов буду его обкатывать, потом солью масло, залью новое. И довольно таки тихо работает, мне нравится. Все, отлично, еще разочек. Ну как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok